В упрощенном без всего без этого Я не представляю гражданскому Знаете почему? Потому что за ним все равно выстроится очередь Нет, очередь реально выстроится То есть сделать гражданский карабин С одиночным огнем было бы очень неплохо Действительно За который выстроится очередь Я и говорю Значит, далее Что касается назначения других элементов Значит, соответственно, здесь у нас Газовая трубка То есть вот у нас отверстие Садится, видимо, штифтами поперечными На ствол Значит, также поперечными штифтами Садится основание Колодкой мушки Значит, собственно говоря Вот ствол видно, что он сюда А, вот поперечный штифт удерживающий ствол Вернее, вертикальный То есть он держится штифтом, да? Да, он за счет штифта держится Нет Я думаю, что на горячий чуть-чуть Или в натяг все равно посажим Ну, наверное, да Значит, интересно, чтобы не делать А, видите, делается сквозное сверление И потом закупоривается пробкой С поперечным штифтом опять-таки Просто того Ну, технологичность Переделать эту штуку на другой калибр По-моему, вообще проще паренрепа, да? Ну, проще, не проще Это тоже, видимо, требует определенных Чтобы, как в это Опять же, пружины В НК-417 там, да, менять ствол А, ХК, в смысле Ну, я не знаю Нет, видишь, ее же надо рассчитывать По, опять же, скоростях Взаимодействующей и так далее По-моему, намного будет сложнее Потому что тут придется весь комплекс переделать А, плоскости, радиусы, газоотводы и так далее Ну, понимаешь, как-то По крайней мере, длину ствола можно... По-моему, Виктор, тут все от газоотвода будет плясать От диаметра Нет, хорошо Длину ствола можно изменить? Длину... А, что? У них идея-то знаю А, Виктор, длину ствола изменить нельзя Потому что у тебя вот здесь вот находятся зацепы Которые ходят по вот этой вот планке То есть ее можно удлинить Но укоротить нельзя Укоротить нет Вот, в принципе, теоретически нет Теоретически может быть и можно, конечно Но тут же буфер с пружиной Во-первых, во-вторых Ход-то все равно должен будет оставаться Теоретически может быть, да, можно Мы вынимаем из него кнопку Так, значит Вот таким вот образом, да, значит То есть, вот у нас получается Очень похоже все на точное литье Ну, как бы, да, видимо Элементы используются, судя по... Вот это вот шп... Нет, фрезер есть Нет, фрезер, окончательная обработка должна быть Просто серым никелем Но я думаю, что фосфатом нет Покрыто фосфатом, как бы Местным фосфатированием Вот, ну да, так интересно достаточно Значит, так, ну и что Ну раз уж пошла такая пьянка Что, давайте, наверное, раскидаем, да? Да зачем? Ну а почему бы нет? Мы же для этого здесь собрались сегодня Была полная разборка Да, то есть посмотрим, сможем ли мы его собрать после этого Я просто, да... Тут за курение гугла не поможет Скотца кого-нибудь приглашу Так, там пружин какая-то вылечил Выводим вперед Значит, опа, ось Вот таким вот образом То есть вот взаимодействие с этим... Там пружина? Вот так вот То есть пружина ее, насколько я понимаю, вот так Значит, держит То есть вот так вот он ее фиксирует Возможно, что здесь еще какой-то на пружине был наконечник Надо посмотреть по деталировке потом Это, наверное, не имеет сжатие, да? Смотри-ка, она может вылететь из заседки А, я правильно сейчас Так А что-то там какая-то хитрая хрень Ну, сейчас мы разберемся с этой хренью Так, значит Вот, значит, пружина защелки магазина Что-то опять вылетело внизу Нет, нет, нет Вот она приподнимается вот таким вот образом Да, и после этого, собственно говоря Значит, защелка Вернее, предохранитель сам, да? Вот он может выводиться из... Так, вот это опс Вот, пожалуйста, вам предохранитель Извлекли, да? Мы это обратно соберем? Ну, я говорю, если не соберем Маша рядом, коса через дорогу, да? То есть, будем звонить и говорить help Ну, вот, я говорю, видеозапись-то есть Ну, кстати, да, наверное Вот, значит, так вот, мне интересно Выбивается ли этот штифт Или это уже все на мертво посажено Шомпол здесь гениально совершенно сделан Гнездо для шомпола, да? Значит, складывается приклад Берется выколотка Просовывается, вот, прыгая шомпол Находится... Ну, поднимается Поднимается и выводится Выводится шомпол вперед Значит, там второй элемент шомпола есть Который замещает его место Да, и выводится, значит, нет, зачем Выводится просто свободно Его держит этот... Второй... Вторая часть шомпола Вот такой вот у нас есть чудесный Двузвеневой шомпол И нигде он не брякает под стволом Да, он как бы не мешается там ничего Вот она, природа кучности АН-94 Что нету брякающего шомпола под стволом Вот, собственно говоря Так, Серега, я за тобой прослежу сегодня Ты извини, ну, по карманам Я у тебя пройдусь Когда ты будешь отсюда выходить Вот, значит, сделаны, собственно говоря Значит, вот сделаны вот такое вот отверстие здесь Так, значит, во-первых, для того, чтобы, значит Можно было сюда масло капнуть, если оно прикипело Да, значит То есть, по сути дела, берутся две выколотки И так, вторая у нас где? И вот таким вот образом, да, это все затягивается между собой Вот, и вот судя по тому, что здесь есть выборка Да, значит, я так понимаю, что используется корпус пенала А, скорее всего, таким вот образом с одной стороны все правильно А с другой стороны у нас То есть, либо это делается таким образом А, ну, все правильно, да, потому что в эту дырочку, чтобы в это отверстие как бы То есть, вот таким вот образом, значит, мы сворачиваем шомпол при помощи корпуса пенала и выколотки Ну, значит, вот примерно так Так, значит Давно мне интересует вопрос, откуда чистить ствол А, почему-то с казенника А с казенника ты разносишь патронник тоже С тем же успехом самым, короче Значит, собственно говоря, спокойно А ты пойми, что материалы подобраны А тут, условно говоря, на стволе одна сталь стоит А здесь сталь другая И ты раньше-то обдерешь, собственно говоря, шомпол, а не канал А, типа, получается, что мы берем его Просто, чтобы держать Ставим, да, чтобы удобнее было держать и упираться Значит, сейчас снимаем вот эту вот шайбу фиксирующую Разжимаем пружину Вот, собственно говоря, так, пружины проверяем Нет, пружины разные Значит, опа Вот, таким образом выводим Значит, все это дело из Упс Ну и вот, собственно, получаем разобранный амортизатор Да? Дальше уже только штифты Ну вот я не знаю, насколько эти штифты вообще выбиваются В принципе, может ли это выбиваться, да? Значит, но А факт остается фактом Ну, дальше можно разобрать, как бы снять Вообще приклад Выбить ось приклада Снять крышку Можно вынуть, значит, вот Защёлку приклада Совершенно нехитрым образом Когда Берем отвертку Отжимаем вот отсюда Берем эти, значит, собственно говоря Узкогубцы и вытаскиваем вот таким вот образом Вверх Значит, собственно говоря Я этот фиксатор вынимаю После этого защёлку приклада элементарно, да? Субтитры делал DimaTorzok